Начинаем недельную главу Ва-Ейшев. Ва-Ейшев Янькев. Янькев поселился в Эрец Мегури Овив, в земле проживания его отца в Эрец Кнуан, в земле Кнуан. И Тора нам рассказывает, что произошло. Мы уже говорили, прошлые главы Ва-Ейца и Ва-Ейшлах говорят, рассказывают нам про Якова. Отношения с Лаваном, Ва-Ейцей, отношения с Исавом, Ва-Ейшлах. А в нашей главе это уже отношения между сыновьями Якова. Игорь Тилдис Янькев. Это дети Якова. Если бы был Бенжвайя срешенный, был 17 лет. Гойорей Асехов Бацин, пас братьями Скотт, мелкий Скотт. Был унар. А он имел близкие отношения, игрался с сыновьями Вилова и с сыновьями Зилпо, сыновьями Зилпо Нашиёвы, в жены его отца. То есть другие братья, меньше их приближения, были близки с ними. Он был с ними близок. Маёв и Йосеф. Йосеф привёл Эдибосом Ро их рассказ плохое, что он видел у них плохое, и лови им к отцу. Йосеф, что он видел у них хорошие братья, рассказывал об этом отцу. Медраж говорит нам, что он говорил, что они подозрительны, что едят кусок от живого. Вы знаете, что кусок от живого никому нельзя есть, даже не евреям. Теперь, кусок от живого существа. Ну, что, он говорил отцу, для чего он говорил отцу? Он думал для пользы, чтобы папа их выговорил и наставил. Намерения его были хорошие, но делать он этого не должен был делать. Если на кого-то видеть недостатки, надо прежде всего ему самому сказать. Да и кроме того, может быть и недопонимание. Медраж говорит, например, что он видел на них, что они едят кусок от живого. И имеет какие-то связи с девушками, женщинами, которые приходили. И что они называют своих братьев рабами. Сыновей Билы и Зимы. И в действительности, Медраж говорит, что Йосеф ошибся. Например, насчет отношений женщинами, которые Йосеф подозревал. Йосефу выглядело, что приходили разные люди. Я не знаю, покупать шерсть, покупать молоко. Приходили мужчины, женщины. И в глазах Йосефа, как он с ними говорил, это выглядело недостаточно скромно. Но в действительности ничего там не было. Медраж говорит, что Йосеф ошибся. Это была одна причина, что Йосеф рассказывал плохое о братьях. Так если ты имеешь на другого, видишь недостатки, прежде всего, скажи ему самому. Вторая причина ненависти. Это первая причина ненависти. Вторая причина. Он любил Йосефа и всех сыновей. Он сын родился к нему старости. Вообще-то, был еще Бениамин, который был еще младше и на 8 лет младше. Но как бы он уже был от всех предыдущих близким, как самый младший, и он так и остался. «Ви осо гейк сына спасим» сделал ему особую рубашку. Геморраг говорит нам, и это надо помнить, чтобы человек не выделял одного сына относительно других. Из-за этой истории, что Яков выделил Йосефа относительно других сыновей, дал ему больше любви внимания, и братья это видели, это привело к зависти и к ненависти. И в конце концов, из-за этого братья спустили в Египет. Надо знать, что самое страшное в еврейском народе это если есть споры между евреями, споры между братьями. «Пока другие народы не могут делать плохо еврейскому народу, есть евреи между собой дружные, братья. Пока евреи между собой дружны, другие народы не могут нам делать плохого». Багиру эхо, братья увидели, что их отец любит от всех братьев. «Воисну эйси». Возненавидели его. «Велёёху добры и шолы». Не могли с ним говорить мирно. То есть из их недостатка мы видим его достоинства. Они были правдивы, не были двуличны. То, что они думают, то они и говорили. Это вторая причина. Так вторая причина, что отец его выделил. Третья причина. «Воисну и 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 добавили его еще ненавидеть». «Ва ей мировым сказал им «шиму но а халим а зе а шох холом ты». «Послушайте-ка, этот сон, который мне приснился». «Вене анахну ма умим а умим». Вот мы вяжем снопы в сейх а соды внутри поля «Вене кома а умос и гам ницово». И вдруг мой сноп встает и «Вене си субену а умис ихам». И вот поворачивается ваша снопа. Матештах Авену кланяется а умос и моему снопу. То есть братья ему кланяются. Этот сон удивительный. Как каждая подробность в нем соответствует тому, что потом произошло. Во-первых, они вяжут снопы. И тогда их снопы кланяются ему снопу. То есть они кланяются Йосифа из-за снопов, из-за зерна, из-за хлеба. из-за хлеба, из-за снопа. Из-за снопов. Теперь тоже интересно написана подробность встал мой сноп и стоит. Значит, он стоит. То есть он долгое время будет руководителем. Он встал и стоит. Стоит. Йосиф стал руководителем Египта в 30 лет. И до своей смерти до 110 лет. 80 лет. Это очень редко, чтобы кто-то руководил империей 80 лет. ваеем руководителем эхов. Скали ему братья, ты будешь над нами царствовать и ты будешь властвовать над нами. Это уже не будет. ваеем сне добавили его еще ненавидеть а ухав и мейсов на его сны, во дворов на его слова. Между прочим, тем, что они ему это сказали, они пока, между прочим, разгадали сон. А гемраб Брахот говорит, что разгадка сна сна имеет большое влияние в его исполнении. и от разгадки зависит, что выйдет из этого сна. А если неправильно разгадать сон? Неправильно. Разгадка имеет свою силу, потому что это как письмо нерасшифрованное. Можно по-разному расшифровать и расшифровка имеет влияние, чтобы это так и выполнилось. Теперь, тут интересные тонкости. Хамарох тимрох и машол тимшол. Почему два выражения? Эвенезра на месте говорит очень кратко. Морох тимрох ты что думаешь? Мы тебя назначим царем руководителем над нами. Или Ата тимшол будет власть Бахотской силы. То есть царь это тот кого жители страны приняли царем. Это Малах. Мошел владыка, который властвует над жителями страны против их желания. И это ну есть посылка. Килашем гамилуха у бога царства у Мошел богем он властвует над народами. То есть так у бога милуха царство над еврейским народом. еврейский народ принимает его царство над собой. А над другими народами он властвует. Они не принимают его царство. Но он делает то, что он хочет и считает нужным. И это одна из наших основных работ в Роша Шана мауха есть. Принять на себя царство бога. Значит принять царство бога. Бог руководит миром. Принимаем не принимаем. Не зависит от этого. Принимаем его царство значит мы принимаем бога как царя и готовы подчиняться его приказам с радостью. Это значит молкует. Принимаем его как царя. Там написано в другом посылке Бог будет малахом над землей. То есть в будущем все признают царство бога. Братия молчат. Они уже не хотят повторять свою ошибку в их глазах расшифровывать сон против них. Они молчат. Он рассказал отцу и братьям. То есть отцу в присутствии братьев. Отец на него накричал. Сказал ему что это за сон что тебе снился. А вы что ли прийти придем они я и твоя мама и братья что мы придем это же невозможно что тут невозможного мама уже умерла между прочим вы знаете что тут что тут зашифрованы ашер хором то хавей так там зашифрованы роху мейса роху умерла там зашифрованы роху мама мейса она умерла идут эти буквы роху мейса посмотрите тут от слова хаво хей а до этого тоф мем это мейса а до него рамет хэс рэйш роху идут подряд роху мейса это папа сказал специально чтобы снять ненависть он видел видел что сны приводят ненависть но сам он верил мейкану выехов братья завидовали выовив а отец шамареса добор хранил это слово то есть он хранил и ждал выполнения сна шамареса выеху 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 эхов пошли братья лирот пасти эс цона бием скот их отца бишхэм шхэме на схобе эс свитки тори написаны точечки наверху есть в некоторых местах торы где есть точечки наверху раши говорит они пошли пасти больше себя чем скот ваеем агисрой сказал кисепу агэхэх орэим бишхэм вытвои братья пасутся в шхэм а в шхэм была неприятная история с Диной что перебили весь город место неспокойное иди я тебя пошу к ним ваеем агэх сказал ему и ныне вот я то есть я готов сейчас ваеем агэх сказал ему олех норэй иди посмотри от шхэм агэхо мир твоего братья вае шхэм агэхо и мир скота ваше ивэй недовор верни мне слово верни мне что что там маиш хохэй он послал его маим кхэврэн из долины хэврэна ваеем и пришел шхэм маим цуэй нашел человека его нашел человек венес басады он блуждает в поле есэм ваеш агэхо ищ просил его человека маим маэ ты макеш что ты ищешь маим ищ маим маим Вот вы уважите отца, выполните его просьбу, иди посмотри и вернись ко мне, то есть идти, пойти туда и вернуться – это то, что Яков его посохал, но это имеет особую духовную силу охранять в дороге. Написано в Гемориа, шелуха и митцвы, и низок, кто идет на митцву, не имеет ущерба, теперь, он их не нашел на месте, он уже по своей инициативе пошел их искать, это уже он перевыполнил, во имя Роиш сказал, где они пасутся, во имя Роиш сказал человек, на сумме, за уехали отсюда, кишаматы имрим, я слышал, они говорят, нырхо дайсой, нападем дайсу, во ерх, еси фахарехов, еси пошел за братьями, во имцо и нашел бы дайсу, интересно, Рамбан на это место говорит нам, что мы тут видим, что агзейро эмес, решение с небес, это правда, а ахарицус, наше старание, это шекер, то есть, кзейро эмес, приговор, это правда, а ахарицус, наше старание, это шекер, видите, их не было на месте, он их нашел и получилось то, что получилось, во ерхо эси и мирохек, увидели его издалека, и в терем екравалием, до того, как он приблизился к ним, во есна куэси, хитрили к нему, агамбис и умертвить его. Во им рассказали, и шелохев один к другому брату, иный, вот бага халимис, хазяин снов, халозе, вон тот, кто пришел. Наошенкодыш, то, кто близко, говорят хазе, а кто далеко, халозе. Что значит хозяин снов? Гемора говорит нам, что сны бывают разные. Бывают сны, вещи, что Бог показывает, не так часто они встречаются, а есть сны, то, что человек думает, у него вырисовывается в разных формах фантазии во сне, так он все время думает над нами властвовать. У него вырисовываются такие картины, что он будет властвовать над нами. Хозяин снов, то, что он днем думает, это ему снится. Как они выразятся? Хозяин снов. А иди знай, а может он просто их выдумывает? Вату, а теперь уху в энергию, пойдемте убьем его, в нашлихею бросим в хадабейгис, в одну из ям, в амарну скажем, хайро ахолосу, згой зверь его, съел. Вениры, это издевка, вениры, и увидим, маю халмис, что будет из его снов. Тут нам надо понять, что это значит. Как это сыновья Якова, что они решили убить Йосифа. Как это? Убийство? Они были достойными людьми, сыновьями Якова. Как это им пришло такое решение и такая мысль? И они ошиблись. И Йосиф ошибся. То, что он рассказывал о них плохое. С стороны Йосифа была неосторожность. С стороны Йосифа была неосторожность, что он рассказывал сны. Мы уже говорили, со стороны Якова была тоже ошибка, что он выделил одного сына от других. А братья, их ошибка была вот в чем. Они опасались, смотрели на Йосифа, как на Рудыф. Вы слышали, что такое Рудыф? Рудыф значит преследователь. Давайте возьмем такую картину. Кто-то с кинжалом гонится за другим. То, кто гонится, он Рудыф, он идет того убивать. И с кинжалом, пистолетом. Не важно. Да. Но Йосиф же не гнался ни с ножом, ни с пистолетом за братьями. Причем же тут Рудыф. Я вам скажу. Братья смотрели на прошлое, ведь Бог заключил союз с Авраамом. В дальнейшем у Авраама было два сына – Ишмаэл и Ицхак. Ицхак стал продолжателем союза, а Ишмаэл, как говорится, потерял, как говорят, попал в урну. У Ицхака было два сына – Яков и Исаф. Яков стал продолжателем союза Бога с Авраама, а Исаф – нет. Теперь, по их, как они видели, с их точки зрения, Йосеф старается завоевать сердце Папы и говорит на нас плохое. И он хочет так сделать, чтобы единственным продолжателем союза дальше, союзом Бога с Авраамом, был только он, а мы просто уйдем в сторону. Первое, смотрите, есть простой роды преследователей, как мы уже говорили, кто гонится с другим, с пистолетом или с кинжалом. Тут, в таком случае, не надо сажать Безен, еврейский суд. А если сажать, то обычно это уже слишком поздно. Надо бы немедленно спасать. А тут они видели ситуацию, в которой они сели как бы дым, обсуждали. И, по их мнению, это несет опасность будущего дома Якова. Особенно, когда они увидели, он даже видит во сне, мы ему кланяемся. Ну, можно еще понять. А тут написано, и папа, и мама его кланяется. Это уже, это уже совсем перешло все границы. И поэтому они так приняли, такое решение. Что спасение дома нужно так сделать. Это была ошибка. Но я только объясняю их подход. Сфурнов так выражается, что они видели его, что он как преследователь Родейв. Или физически, или духовно, или в обоих. И в этом мире, и в будущем. И он услышал Родейв и отцелил его看看 его рzug. Он не ударил его душу. Он отцелил его рzug. И отец, не приливайся кровью. Возьмите его ружье в еду. Он бросил его в эту яму, которая была в пустыне. Он отцелил его ружье. Руку не протягивается к нему. Родейв сказал так. Так, он сказал дипломатически, он не шел с ними полемизировать, что он добрый, хороший, он говорит, смотрите, хотя бы одно, не убивайте его вашими руками, то, что он потом в яме умрет от голода, от жажды, это уже косвенное убийство, но не прямо своими руками, это он им сказал, А по-настоящему, Роман Атилай Самийотов, чтобы спасти его от их рук, расшивей его биф, вернуть его к отцу. Он ждал подходящего момента, когда они уйдут, он подойдет, вытащит его из ямы и привезет к паре. Медзраш очень хвалит его Рубина за его попытку спасения. Медзраш говорит, почему Рубин заслужил, что первые города убежища были у него, он был первым, который пошел спасать. Рубин заслужил, что первые города убежища были у него, когда он пришел к братьям, вы вышли с яйцем из Кутонты, разделили его свою рубашку, если не запасим эту рубашку особую, а что олов на него, на нем, вы и кохи взяли его, вы шли, хоисе, абыра, бросили его в яму. В яму пустая. Эйнбой моим, там не было, нет воды. Не можно говорить, воды не было, а змеи и скорпионы были. Ну, братья это не видели, но вообще-то надо помнить, что вакуума в мире нет. Или, или есть вода, Тора, или есть змеи и скорпионы, вакуума нет. Во ещву, леха у леха, сели есть хлеб. Это уже с их стороны было некрасиво. Пусть даже вы приняли решение, и вы считаете, что так надо было поступить, но при этом, когда было принято такое решение, убить брата, не руками, но косвенно, тоже это не время так. Сесть, есть обид. Тут разные пахучие растения, составы. Перевод их я не знаю. Нехот уцриво лейт. Нехот уцриво лейт. И ухим идут горит митсроймо. Спуститься в Египет. Они идут с Гелада и идут спуститься в Египет. Маей мер геудо элехов. Скал юдок братьям. Ма пеца. Какая выгода, ки нарога с охину, что мы убьем нашего брата, вехисину из доми, скроем его смерть, его кровь. Какая выгода. Пойдемте в нем кренула и шмелем. Продадим его и шмелем. То есть так, что мы боимся, чтобы он не властвовал над нами. Ну, продадим его в рабство. В Египет. И мы, так сказать, уверены, что мы уже проблему решили. А наша рука, чтобы не была на нем. Потому что это наш брат, часть нашего тела. Ваишму эхов услышали братья. Ваявру прошли аноши мидьоним, люди мидьониты, сахарим купцы. Ваим шхопы ценули, ваявру подняли асьейсов Йосефа на березь ямы. Ваим кры асьейсов продали Йосефа гаишмелем и нешмелем баэстрим косы. За двадцать монет. Ваё био асьейсов ми строймо. Привели Йосефа в Египет. Ах! Интересно. Тора рассказывает нам штрих, который на первый взгляд совершенно не имеет отношения к делу. караван ешмелитов приходит из Гелады и они несут разные пахучие растения. Какая кому разница, что они везут? Что Тора нам этим сообщает? Так интересно. Медраж говорит, что Йосеф Бог специально это сделал, чтобы у Йосефа был приятный запах. Но тут поднимается другой вопрос. Вы можете представить себе на минуту положение и ощущение Йосефа. Любимое у Папы. Все, что Папа учил у Шема Эйвера, и он учил еще у Йитсхока, и он обучал его. И он и у него все хорошо. и вдруг его продают в рабство. И кто продает? Свои же братья. Это особенный, страшный удар. А вы знаете, что такое быть рабом? три с половиной тысячи лет назад? Господин мог сделать с рабом все, что он хочет. Растоптать, стереть, избить, делать все, что он хочет. Он был совершенно бесправным человеком. Растоптать Скажите, тут стоял вопрос, с приятным запахом или без него? В этом была тема? А? Собственно, что он хочет сделать, что он хочет сделать? Я помню, он говорил об этом так. Что давит на... Когда человек попадает неожиданно в беду, что давит на него больше всего? Известность. Одно из... То, что давит на человека, что он чувствует, что он оставлен и брошен. Никто о нем не заботится. Это самые тяжелые ощущения. Меня выбросили. Иосиф был очень знающим, понимающим, умным. И он... Медраж говорит, что обычно они несут что-то с неприятным запахом. А тут... Ишмейлиты. А тут они несут что-то с приятным запахом. Иосиф тоже эту практику знал и понимал. И что он в этом увидел и почувствовал? Он почувствовал не только приятный запах. Он почувствовал, что Бог идет делать ему что-то неожиданное и приятное. Другими словами, он почувствовал, что Бог о нем заботится. Он меняет для него порядок. То, что обычно везут что-то с неприятным запахом, а тут везут с приятным. Другими словами, он почувствовал, что есть рука Бога, который заботится о нем. Это уже совсем другое положение. Когда человек знает, что даже он страдает, ему тяжело, но есть кто о нем заботится, это положение совсем другое. Мы как раз находимся прямо перед Ханукой. Так он продолжал эту линию и насчет чудес Хануки. Во время Хануки еврейский народ был в страшной опасности духовного уничтожения. Ну, что такое духовное уничтожение? Нам, евреям и Советского Союза, не надо рассказывать. Представьте себе, в самой земле Израиля было много из молодого поколения, которые были воспитаны в эллинистическом духе. И тогда правили селевкиды и антиохи и были строгие указы с запретом соблюдать что-то историческое. Сделать обрезание, повесить мазузу, соблюдать субботу. Непокорным грозила смерть. А это была большая империя. А Иудея была маленькой. И когда евреиство тухало прямо на месте, это была большая духовная опасность. Так они проходили, прошли до места Модиин, не так далеко от Иерусалима, и пришли и сделали так называемый митинг предвосходство передовой греческой культуры над еврейской и так далее. И просили видных людей в этом участвовать. Матисио, сын Ехана, первосвященника, было видных людей. Его попросили, ты принеси жертву, покажи верность властям. Он не согласился, ему говорят, смотри, игра проиграна уже, еврейство уже проиграно. Ты же видишь, что многие уже не идут с этим. Говорит, смотрите, если весь еврейский народ отойдет, я останусь с моими детьми. И он на месте поднял восстание, выгнал этот отряд греков, и так поднялась партизанская война, которая чудесным образом Бог им помог победить намного превосходящие силы греков и освободить храм. Во всех битвах я читал, тут было греков в десять раз, тут было в пятнадцать раз больше. И это было большое чудо, что они сумели освободиться. Впоследствии Бог показал еще чудо. Когда они пошли, делали обновление храма, то им нужно было масло для зажигания. и было масло только на одну ночь. А чистого масла, оно хватило, а Бог сделал чудо, это хватило именно восемь ночей, пока выжили новые масла. Так есть, было чудо победы, победы в войне и чудо с маслом. Можно задать вопрос, а для чего вообще-то нужно было чудо с маслом? Но еще до этого вопроса, давайте прежде всего спросим, можно ли сравнивать величие, чудо, победы в войне и чудо с маслом? Победа в войне спасла весь еврейский народ на все поколения. Чудо с маслом помогло еврейскому народу выполнить заповедь зажигания в норы еще семь ночей. Можно спросить и дальше, а что было бы, если бы не было чистого масла? В книге Пне Ишуа, на этом трактате Шаббат, анализирует это. Он говорит, как, он говорит, что, что есть правило, если нету, невозможно сделать общественную службу в чистоте, бытора, делали бы туман. Не было бы чистого масла, взяли бы нечистые тоже, должны бы были зажать. Так вопрос становится еще острее. А для чего нужно было это чудо? Первый вопрос был, как можно сравнивать величие этого чуда и этого. А вопрос дальше, а в чем была необходимость в этом чуде? Это чудо с маслом было, проявить особую любовь и внимание в том поколении. Без этого чуда зажгли бы тоже. Без этого чуда бы тоже зажгли. Зажгли бы нечистый масл. Но чудо было проявить любовь и внимание. И это, это важная, важная причина делать чудо. Бог как бы сказал так. Вы, еврейский народ того поколения, самоотверженно поставили себя под опасность и воевали, чтобы сохранить еврейство. Я, я помогу вам выполнить службу в храме наилучшим образом. В храме приводил еще примеры. Когда Бог делал чудо, только для приобретения внимания, без необходимости. Он говорил еще, смотрите, папа и мама дают детям завтрак и обед, кормят его бутербродом и, и дают конфеты. В чем ребенок чувствует больше любовь мамы? В завтраке, что она приготовила, или в конфете, что она дает ему конфетку. В конфете ребенок больше чувствует любовь. То есть, проявление любви, это тоже важно само по себе. Чудо победы в войне было необходимо для сохранения еврейского народа. Без этого еврейский народ не мог бы дальше продолжать свое существование. Это великое чудо. Чудо с маслом это проявление внимания и любви к евреям того поколения. Вы и так самоотвержденно воюете. Я помогу вам выполнить заповедь о обновлении храма наилучшим образом. Майошевр Увин вернулся к яме. Виненгий Сибабер Йосева не было в яме. Моих раз годов. Порвал одежду. Есть разные мнения, куда Рувин ушел. Одно из мнений там, из-за его действия, что он поступил нехорошо, он постился. Но, между прочим, это для нас может быть тоже уроком. Когда ты занимаешься спасением кого-то, то сейчас ты занят этим. Не уходи. Делай какие-то другие, я не знаю, посты или что, что ты собираешься. Ты занят спасением еврея. Закончи это. Не оставляй. Не оставляй это до того, как ты закончишь. Так, теперь он вернулся. Йосева нету. Он вернулся к братьям моей мамы. Сказал, а делай дейнену. Мальчика нету. Вони, она не была. Я куда пойду? Ты что папа скажет? Вони, она, взялаi рубашку, ехала, возьхала сир изм, зарезали козленка, водит бэу, это ку-тэйнэс поддон. Окунули рубашку в кровь. Вони, шалху, к сыне с опасением. Послали эту рубашку. Вони, они принесли деви, к отцу, они ему сказали, здесь мацон, это мы нашли. Хакер, но узнай-ка, ваш сын сбин-ха и им-ли. Это ли рубашка твоего сына или нет? Узнай. Удивительно, что все, что человек делает, возвращается к нему. Наиве, моя мама зацел говорила, все, что делает, делает себе. Тут эта история с козленком и то, что сказали Узнайка, инициатором этого был Ягуда, к нему это возвращается уже в нашей голове. Он обманул папу козленком, его та женщина обманула козленком. Он послал к папе Узнайка, ему тоже послали Узнайка, и это было бы ему очень малоприятно. То, что человек делает, возвращается к нему, особенно это имеет место в отношениях между людьми. В отношениях между людьми очень часто все возвращается в этом мире. Ваякира он узнал, во имя сказал, к сыне звнеет, рубашка моего сына, хайоруа холосу, злой зверь его съел. Торо ифтыров есев. Разорван был, разорван есев. Мои краяки всем ваисов. Яков порвал одежду, и ваёсом сагба моснов, положил мешковину в бедрах, ваиса был обны, был в трауре о сыне, ем и мрабин, долгие дни. Наши мудрецы говорят так. Есть приговор с небес, чтобы об умершем человек забыл. Так Бог сделал. Ведь Бог так сделал мир, что есть смерть. Но это приговор с небес над тем, кто умер. А о том, кто жив, этого приговора нет. Поэтому он был в трауре долгие годы. Воякумы стали колбоном и ховной, со всех сновьями, все дочери гонахами, утешать, воймой гонахами, он не хотел утешаться. Приводит мезра, что Яков видел в 12 камней, как они собрались, что если все дети будут живы, все нормально, так не востроится еврейский народ. А если нет, так нет. Так если один пропал, что будет? Воемя сказал, что я спущусь об них, моему сын овел в трауре в шейла, в могилу. Воемя, если овел, его оплакивал отец. Это Яцхак, отец его оплакивал Якова. Отец знал, что Ясеф жив. Но он видел с небес, что он не имеет права рассказать, а молчал. В Амидоне, Амидоне мокрое, если омисроим, продали его в Египет. Во фейтифоро с респарой, фейтифоро вельможа фараона, саратабохим. Главный, раньше переводит атабохим, те, кто решит скот, санатабохим. А Таргум-Ункас переводит главный нас полночами. Главный нас полночами, над тюрьмами. Ну, тут у нас будет, есть сейчас глава Игуда и Тамар, очень интересная. Там будет как раз история с козленком, из-за узнайка. Я бы из этого, я бы хотел только на одно обратив внимание. Тут есть разговор Игуда и Тамар. Ваёмер он говорит, ватэмер она отвечает. Ваёмер он говорит, ватэмер она отвечает. Три раза. Очень любопытно. Вы знаете, что есть тамим, определенный напевт на каждом слове вторым. Так с тем же напевом, что он говорит, она ему отвечает. Он меняет напев на другой, она меняет тот же, на тот же, что он. Он меняет еще раз, она меняет еще раз. Это как аукнется, так и откликнется. С той же интонацией, что ты говоришь с другим, с той же интонацией он тебе отвечает. Ты меняешь интонацию, он тоже меняет интонацию. Читаем 39-ю главу. Вейейсев хурат Митсойма. Ейсев спустился в Египет. Ваикнеево купил пяти фасы с парой, сара та бохем, ишмитри египтянин, бияда ишмелим, от руки ишмелитов, ашарериду шомо, которые спустили его туда. Вае аденое съездие, Бог был с Йосифом. Вае он был ишмацриях, человек удачный. Вае он был бы весь аденова Митсри, в доме его господина египтянина. Если Бог хочет послать браху, посылает и в руки египтянина. Вае аденов увидел его господинке аденой итой, Бог с ним. Все, что он делает, аденой маслил бьёды. Бог посылает удачу в его руках. Вае имца Ейсев хеймбейнов, Ейсев нашел симпатию в его глазах. Вае шоресесе, обслушивал его. Ва я в кедею ау бейсей, назначил над своим домом. Вахол ешлеи носом бьёды. Все, что было в него, передал его руки. То есть он руководил всем. Вае было меоз и в кедеюси, момент, что назначил бьёды в доме его. Вау кулаша ешлеи, все, что есть у него. Вае ворох аденой и бейсам митсри бьёгал есер. Бог послал богословление на дом египтянина из-за Иосифа. Вае было бьеркас аденой. Богословление Бога. Бхулаша ешлеи, все, что есть у него. Баба и сувасада, и дома, и в поле. Ва язев оставил кулаша рыбе и адейсев. Все, что у него в руке Иосифа. Блайода и таймаума. Не знал с ним ничего. Ким олехом только хлеб ошел, и хор, что он ел. Вае есев. Был есев ефей сэйр красивым видом. Ефей красивой формой. Сэйр. Ефей марой красивым видом. То есть есев стал обращать внимание на свою внешность. И это было нехорошо. Ты же понимаешь, что папа переживает о тебе. А ты смотришь на свою внешность. И потом произошло. История же с женой хозяина. Интересно. Тора нам рассказывает интересную историю про Иосифа. С братьями у него не шло. А когда он попал в Египет, пошло. То есть у Бога есть свои пути. Тут идет, тут не идет. Хотя по логике можно было сказать как раз наоборот. Но тут есть еще интересная сторона. Он же был рабом. И бесправно. И Бог ему помог, что из-за его талантов сделал его руководителем. И все происходило через его руки. Все, что написано про наших отцов, это говорится, что произойдет с еврейским народом. Очень часто было с еврейским народом, что евреи, будучи бесправными, из-за их талантов их назначали руководителем. И шла удача тем, что евреи руководили. Это было во многих местах. И это на это напекает также история с Иосифом. То, что будет. Во ей было охара дворимейла. После этих слов Батиса подняла ища садынов. Жена господина и сенела глаза у Иосифа. Батима сказал, что его имя лежит со мной? Даже грубость выражения. Ну, грубость содержания намного больше. Во ему послушаем реакцию Иосифа. Во ему знаете, как читается во ему это напев, который встречается всего несколько раз в Торе. Повторяет это трижды. Затем идет псих. Интервал. во ему рассказала рейши садынов, жене господина. Инадыни, мой господин, рейоды идти ма бабой, снижает со мной, что в доме. Вы хорошо ешь, рейносом рейоды. Все, что есть у меня, все, что есть у него, он дал мою руку. И нену гадул баба и саземи мене. Нету больше в этом доме, чем я. В рейхосах в мене мы ум не выдержал от меня ничего. Ким иисел, только тебя, что ты его жена. Как я сделаю это великое зло? Разврат, это же великое зло. Я согрешу перед Богом. Тут двойное. Плохое великое зло относительно господина. Это страшная неблагодарность. Я согрешу перед Богом. Разврат, это страшное преступление перед Богом. Обратите внимание, Йосеф не сказал я не хочу потому что я не хочу отрезал. А затем после интервала он объяснил. Потому что вы знаете, когда кто-то говорит я не хочу потому что всегда на любой аргумент находится контраргумент. Поэтому Йосеф просто не хочу точка. Интересно. Тут написано я согрешу перед Богом. Разврат не бывает, чтобы человек грешил один. Грешат оба. Два человека. Он должен был выразиться мы согрешим перед Богом. Йосеф намеренно не выразился так. Он не хотел иметь ничего общего даже в выражениях. Я с тобой вообще ничего не имею. Я не хочу чтобы я согрешил перед Богом. Я с тобой вообще ничего не имел. Вои было когда Броэль Йосеф говорил к Йосефу йом-йом каждый день не слышал и не слушал ее лежать возле нее. Ли есть ему быть с ней. Ибнезра я переведу слова Ибнезра пусть каждый понимает сам. Лежать возле нее даже лежать близко от нее или быть с ней и вести беседы. То есть ей отрезал все. И вы знаете относительно разврата это как быть у края бездны. Когда человек у края бездны то голова кружится и он падает. Надо быть далеко. Тот кто говорит я сделаю А но не Б и не В он обманывает или себя или других или обоих. надо просто порвать все 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 и как этот день было Ба Йове Абайцев пришел домой раз сделать работу свою А нет никого из людей дома там дома хватил его за одежду рима говоря чих мой мил лежи со мной он оставил свою одежду в руке Вайонас убежал Вайетя Ахутцева вышел наружу Вайкира и Суанка она увидела Киоза Бигды и Бьёда оставила одежду в ее руке Вайонас убежал Ахутцева наружу Ватикра позвала раньше и боится людей дома Первый вопрос а почему он оставил одежду в нее как мы увидим дальше она на него сделала поклеб я винила его что он хотел ее изнасиловать у нее есть у нее было даже вещественное доказательство его одежда почему он оставил одежду у нее парень 18 лет и женщина кто сильнее обычно обычно парень ну почему же он оставил одежду у нее есть интересный медаль Айом Ро Байонас это мы вау говорим море увидело и убежало имеется ввиду при когда разошелся ямсу море а евреи прошли медаль говорит что море увидело он увидел гроб Йосефа там Йосефа написано он убежал наружу Бхаймич Мулейбер зацал говорил так конечно Йосеф мог естественно бороться и оставить одежду при себе но он предпочел оставить одежду ее и убежать то есть он уже целый год был в непростом непростой борьбе она же его докучала по разными путями и женскими путями как Медраж говорит то что она одевалась утром не одевалась вечером по другому угрожала тем угрожала другим угрожала тюрьмой и хотела подкупить деньгами всеми путями всеми возможными путями как говорят и кнутом и пряником и остаться еще на полминуты в испытании он не хотел он предпочел убежать убежать от этого положения а дальше будь что будет так сказать слуга того что он убежал от испытания море увидел и убежал это большой уровень быть убегать от испытания то есть так испытания которые Бог нам посылает дает нам силы пройти и Бог дает нам силы над их пройти но с нашей стороны мы должны стараться быть подальше от испытаний ну она на него рассказала мужу там написано когда муж услышал об этом написано сгорелся его гнев но не написано на кого я думаю как говорят мы наши кадры знаем он знал ее и знал Йосифа и вообще-то говоря видно было представьте себе три с половиной тысяч лет назад раб постигнул на честь жены господина что с ним делаю что с ним надо делать скажите что я думаю смерть это как сказать очень мягко казнить это очень мягко а его всего-навсего садят в тюрьму и даже среди политзаключенных там написано где арестованные царя сидят видно что судьи есть медрошим что судьи смотрели он утверждает так она утверждает так а с кем правда давайте посмотрим вещественные доказательства чьи одежды порваны не сказали есть ли ее одежды порваны он ее за нее хватался а есть его одежда порваны она за него хваталась так они это увидели но скажите можно оставить такое действие безнаказанным а что с почетом семьи министра скажите это возможно так его посадили в тюрьму если они бы посчитали что он действительно в этом виноват то его бы точно казнили на месте тут мы останавливаемся сегодня с